Всем привет, друзья, с вами НС, это хочу знать выпуск 40. Очень давно не было фишек, я был очень сильно занят, но вот я вернулся, так что поехали смотреть. Первая фишка на сегодня будет посвящена Бладсикеру. Герои нынче не в моде, хотя потенциал у него есть неплохой. Ну, например, представьте себе комбинацию Феникса и Бладсикера в игре. Санрей, усиленный Бладрейджем, наносит на порядок больше урона, чем без него. Сравните, вот это без Бладрейджа, а это уже с Бладрейджем. Разница более чем ощутима. Бладрейдж работает и на все остальные скиллы Феникса и даже на суперновую. Притом Феникс всеми своими скиллами наносит урон по АОЕ, то есть сразу по всем врагам в драке. Естественно, Бладсикер только рад, когда враги получают урон, ведь он из-за этого сам получает дополнительный урон и скорость. А когда Феникс использовал суперновую, то в довесок к урону от нее Бладсикер может кинуть под яйцо Бладрайт. А враг уже пусть сам выбирает, что ему делать, бить яйцо получая тонну урона и Сайленс, или же бежать от Бладсикера, от которого все равно вряд ли выйдет убежать. В общем, очень серьезная игровая комбинация, как по мне. Но фишка с Бладсикером то вовсе и не в этом, если что. Это так было лирическое отступление. Фишка в том, что Айрон Талон работает вместе с Бладрейджем. То есть накинув на себя Бладрейдж и использовав Талон на крипа, мы отнимем ему не 40% здоровья, а больше 50% даже на первом уровне прокачки Бладрейджа. Естественно, такой буст крайне серьезно облегчает лесной фарм и делает Сикера одним из лучших фармил леса среди всех героев в доте. А осталось теперь только грамотного феникса в пати найти. Вторая фишка очень опасна, потому что она, как любое мощное оружие, может оказаться очень вредоносной и в плохих руках. Фишка связана с Ораклом и Опарейшном. Если на вашем союзнике висит ультимейт Опарейшна и он вот-вот умрет, а спасти его нет никакой возможности, то, играя за Оракла, вы можете его задинаить, не отдав фраг противнику. Все, что нужно, это дождаться, пока жизней у союзника станет меньше, чем отнимает Парифайн Флеймс. Это 280 на последнем уровне прокачки, после чего использовать Флеймс на союзника. Дота посчитает, что союзника вы задинаили и фраг никому не достанется. Само собой, подобным образом можно очень жестко, случайно или даже специально, руинить игру. Ну, мол, видите, что она союзник ультимейт Опарейшна, и давай его динаить. Так, пожалуйста, не делайте. Следующая фишка для любителей пофармить леса. Наверняка многие знают про возможность залезть на вот эту гору при помощи веток. Ну, если не знаете, то вы должны встать вот сюда, после чего поставить вокруг себя три дерева, а потом поставить дерево прямо на самого себя. Места в этом уголке вам больше не найдется, и дота отправит вас прямиком на гору. В общем, такая вот штука. Так можно фармить за некоторое количество героев, но в целом это не очень эффективно, если вы не фурион. Другое совсем дело, это подобная фишка, но по игре за веномансера. Какие плюсы, спросите вы? Во-первых, вам нужна лишь одна ветка вместо четырех, потому что вместо других веток мы используем свои же варды. Ставим один тут, один тут и дерево на себя. Все, мы на горе. Во-вторых, скорость фарма благодаря змеям настолько быстрая, что можно получить шестой уровень в четвертой минуте. Правда, примерно в этот момент вы начнете убивать крипов намного быстрее, чем они появляются, и сидеть здесь может стать скучно. Так что дальше уже сами решайте, куда вам отправляться. Но с шестым уровнем на четвертой минуте не суть важно, куда отправляться. Везде будет неплохо. Для успешной реализации купите три Кварити и Блайтстоун. Желательно еще взять ТП на всякий случай. Первым предметом купите Аквилу, чтобы мана не заканчивалась. Ну, а дальше по ситуации. Инчан Инча нечасто гость в играх, но как же она в свое время бесила? Боже мой! Для тех, кто все еще встречает инчантрисок в пабе, небольшая фишка о том, как можно немного законтрить ее пассивку. Найдите какую-то враждебную цель где-нибудь рядом с инчой и каждый раз, сразу после нанесения удара по инче, меняйте фокус своей атаки на эту цель и тут же переводите его обратно на инчу. Таким образом вы избавитесь от замедления анимации окончания атаки и начнете свою атаку с нуля, что в сумме ускорит ваш ДПС на некоторый процент, который зависит от кучи факторов. Так или иначе, как мы видим на примере, урона вы будете наносить чуть больше. Целью для смены фокуса может являться все что угодно. Крип на линии, крип в лесу, другой герой, башня или даже крипы самой инчи, которые частенько находятся рядом с ней. Ну и последняя фишка на сегодня связана с любимцем миллионов, а именно Пуджом. Одному Айсфрогу известно почему, но если Пудж тянет вот этих крипов своим крюком, то они почему-то не сразу же поворачивают назад, как должны делать порядочные крипы, а продолжают преследовать Пуджа еще секунд 5, чего вполне достаточно, чтобы сагрить их на своих крипов, бегущих по линии. Благодаря чему Пудж с первого уровня может очень успешно пулить крипов в лес с мида. Пудж фармит, вражеский мидер нет. Тайминги для Хука 28 или 58 секунда. Место, куда нужно кидать Хук, вот этот кувшин. А далее просто бежим в сторону наших крипов, а потом сопровождаем их до лесного лагеря. Очень легкий и эффективный фарм. Ну что же, друзья, сороковой выпуск подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Энэс. До скорых встреч. Я ХЗ, что это значит? А когда Феникс использовал Супернову, то вдовесок... Вдовесок, хочется сказать. Тоже пишу? А когда Феникс использовал Супернову, то... А когда Феникс использовал Супернову, то... Феникс использовал Супернову. Феникс использовал Супернову. Я не говорю. Супернову! Феникс использовал Супернову сипеншую пищу. Щас пишу? Всем пока! Продолжение следует...